Итак, добрый день! Сегодня у нас с вами вся необходимая информация для начинающих по крышам в Архикаде. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Спасибо! Что мы с вами делаем? Я открыл чистый проект на данный момент. Разберемся с основными параметрами крыши и уже в дальнейшем построим несколько вариантов простых и сложных крыш. Отдельно будет детальный разбор по формированию кровельного пирога крыш. Сделаем сложные кровельные пироги для моих подписчиков в статусе поклонник. Точнее спонсоров. Спасибо! Итак, что мы с вами сделаем? Для начала в панели конструирования нас интересует крыша. Если я сразу же нажму на выпадающую менюшку, я могу увидеть базовые наборы крыш, которые предлагает мне сама программа. Но на этом заострять внимания с вами не будем. Посмотрим на всплывающие окна под нашей крышей. В первую очередь у нас есть возможность опять же посмотреть варианты крыши. К какому слою автоматически будет присваиваться наша крыша программы. Я вижу то, что это будет слой крыши. Следующий геометрический вариант. Это варианты построения. Либо односкатные, либо геометрический вариант многоскатной крыши. Каждый из них отличается для построения. Способ построения. В случае односкатной крыши. У нас есть возможность построения сложной односкатной крыши. Это касается ее формы. Покажу на примере. Направление ставим. И теперь делаю контур сложной крыши. Если я рассмотрю на трехмерном виде, я вижу то, что у меня крыша образовалась сложная, но односкатная. Вернусь назад. Дальше. Построение прямоугольником. Я думаю, это понятно. А дальше повернутый прямоугольник. Это когда можно его развернуть согласно углу, который вы построите. У многоскатной крыши. Во-первых, есть возможность варианта просто построения сложной крыши по точкам, которые вы определяете. Есть возможность построения прямоугольником. Это будет вальмовая крыша. Есть возможность построения щипцовая вальмовая. В плане того, что разница, сейчас у меня здесь выпадающая менюшка немножко зависла. Во-первых, можно построить вальмовую двухскатную, хотя вроде бы как я чертю многоскатную крышу, и вальмовую многоскатную. По сути дела, четырехскатная вальмовая и двухскатная крыша, которую программа построит сама автоматически. Смотрю в перспективе. Дальше. Причем идет построение от двух базовых точек крайних. Следующее построение. Вальмовая либо щипцовая крыша по основным точкам контура. Когда я могу, перейду на план первого этажа. Раз, два и третью точку. В чем принципиальное отличие от первого случая построения, когда я вам говорил, что построение сложной крыши, сложной крыши, вы все точки ставите вручную и замыкаете в конце. Дальше. Конструкция. Конструкция может быть однослойная и многослойная конструкция. Первоначально программа вам будет советовать построить однослойную крышу, но в зависимости от выбора, который вы сделали первоначальной. Так вот, у однослойной нашей крыши мы можем выбрать, из чего она будет состоять. Ее общий конструктив. Либо создать его собственноручно. Как конкретно создается различные варианты многослойной крыши, я как раз таки рассказываю своим спонсорам в статусе поклонник. Также я могу выбрать в случае построения многослойной крыши, и опять же выбрать либо из доступного, либо создать необходимый мне вариант. Иду дальше. Отображение на плане и разрезе. Это как у вас будет отображаться ваша крыша на планах и разрезах, в том числе и основные толщины линии и графическое их исполнение. Различные виды заливок и так далее. Связанные этажи. Это с какого этажа начинается построение нашей крыши. По сути дела, вы можете выбрать план построения первого, второго, третьего этажа, либо выбрать необходимый этаж. Предположим, построили крышу на плане первого этажа, вспомнили, что нужно было на втором, и перенесли ее. Следующая. Высота опорной линии крыши. Здесь у нас есть функция настроения уклона. Настройки уклона. К нашей крыше. И также есть функция. Насколько будет отступ от уровня связанного. То есть, насколько вы можете поднять саму крышу. Следующая. Толщина кровельного пирога. Все зависит от конструкции вашей крыши, которую мы с вами рассматривали чуть ранее. Далее. Выступ с веса. Выступ с веса у вас может быть настроен либо вручную, геометрически, когда вы будете делать его, обрисовывать необходимую геометрию крыши, либо автоматическое смещение от контура. Предположим, в случае автоматического смещения 800 мм, я буду строить щипцовую крышу. Я вроде бы как, обратите внимание, где у меня точка стоит, выполняю контур моей крыши, но она становится шире на число, которое располагалось выше нашего основного панели функций. Дальше. Функция отображения штриховок и различные виды штриховок нашей крыши. Видим ли мы ее заштрихованной или нет. Либо будет штриховка просто по материалу. Что мы можем сделать с крышей еще? На самом деле, нажав на функцию крыши, параметры крыши, я могу настроить здесь все те же самые основные функции, но есть и дополнительные, которых не было в всплывающем окно сверху. В первую очередь, давайте опущу. Форма и расположение. Причем я могу добавить эту сборку в избранное в дальнейшем. Форма и расположение. Смещение. То же самое значение, которое я показывал выше. Собственный этаж, на котором начинается построение. Проектная отметка. Где у нас с вами будет располагаться наша крыша. Однослойная, либо многослойная крыша. И соответственно ее толщина. Какой ее вид? Односкатная, многоскатная, уклон. И самое интересное, это вертикальный угол торцов крыши. Можно настроить, либо вручную, используя угол, либо выбрать из двух основных вариантов. Если вам необходимо построить многоскатную крышу, и об этом я буду говорить немножко позднее, можно добавить дополнительные уклоны к вашей крыше, которые будут ее изламливать. Либо убрать ненужные. Пока это скрою. Отображение на плане и разрезе. По сути дела, это более детализированная настройка, что я вам рассказывал ранее. Отображение на плане и разрезе. Следующее. Модель. Модель я могу активировать и настроить параметр материала графического, как он будет выглядеть в трехмерном виде. То есть, какой основной состав вашей крыши. И пирога тоже. Пока я это выключу. Следующее. Отсекающее тело. По сути дела, это контуры, необходимые для дальнейшего соединения и сопряжения основных материалов. Классификация и свойства. Здесь, во-первых, после построения программа часть элементов сможет определить автоматически. Но я думаю, что вы с этим разберетесь. Дальше. Что мы с вами делаем теперь? Научимся строить различные варианты крыш простых и сложных. Крыши можно строить для общего понимания, не используя никаких стен. Просто на пустом пространстве у вашего плана этажа. Здесь нажму ОК. Удалю существующее. Крыши можно строить. Теперь мы отработаем с вами навыки построения крыши. Начнем с самых примитивных односкатных крыш. Воспользуюсь функцией построения крыша. Ими интересует геометрический вариант односкатная крыша. Я буду строить способом построения прямоугольником. Как строится? Ставлю первую базовую точку, сжимаю клавишу Shift, нажимаю второй раз. По сути дела это направляющая для формирования вашего уклона в дальнейшем. По сути дела это еще не скат, это просто опорная линия. Что я делаю дальше? Если я нажму в правой части экрана и буду тянуть в левый нижний, у меня крыша сформируется с уклоном вверх. Курсорчик вам подсказывает куда будет сформирован в итоге у нас уклон. Если я нажму слева и потяну направо, крыша у меня будет в противоположную сторону, слева и тянуться в правую часть. Сделаю так, чтобы слева тянулась в правую часть. Не обязательно, чтобы направляющие уклона выкасались, достаточно просто эта опорная линия по сути дела для построения. Посмотрю в трехмерном виде. В трехмерном виде у меня левая часть завышена, правая уходит вниз. Как я вам уже и сказал. Что мы сделаем дальше? Если вам необходимо отредактировать вашу крышу уже на этапе построения, я могу с трехмерного вида, нажав по ней один раз левой клавишей мыши, опустить ниже. Либо точно так же я могу изменить высоту опорной. Опустить ее вниз. что я могу сделать еще. На плане первого этажа, нажав на контур нашей крыши, у меня появляется всплывающее окно редактирования по сути дела функции моей крыши. Я могу добавить еще одну вершину, чтобы у меня строилась она и так далее и тому подобное. То есть редактировать ее полностью вручную. либо я могу выбрать смещение ребра и данное ребро я могу продлевать, которое я настроил. Но в дальнейшем уже функция понятна. И здесь же могу настроить подрезку и так далее и тому подобное. Следующий пункт давайте еще раз рассмотрим. Вот что у нас стало после изменения. Квадратики синенькие обозначают по сути дела располагающийся наш уровень либо этаж на котором располагалась наша крыша. И на плане первого этажа можно было заметить то, что появилась штриховка все, что у нас идет ниже секущей плоскости. Дальше что? Крыша. Я буду строить многоскатную крышу. Многоскатную крышу я начну с щипцовой крыши. Двускатной. Выбираю соответствующий пункт. Нажимаю один раз левой клавиши мыши нажимаю второй раз. У меня построилась двухскатная крыша. Поработаем с многоскатной крышей и научимся ее редактировать. Меня интересует сложная многоскатная крыша. И сделаю произвольный какой-либо контур по выбору. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сформировалась крыша. Отработаем еще две новые функции. Если я хочу чтобы у меня перейду на трехмерный вид. Вот это моя двухскатная крыша превратилась в сложную. Вальмовую либо полувальмовую без разницы. Подсвечиваю участок крыши. Перехожу в функцию диалога параметров. Что я сделаю здесь? Закрою лишнее мне отображение. Многоскатный геометрический вариант. Я добавлю еще один новый скат либо новый уклон. И у меня появляется во-первых высота, во-вторых уклон данного участка. Но здесь высота завышенная. 20 тысяч миллиметров все-таки много. Давайте сделаем чтобы у меня этот участок был две тысячи начальный. Ну получается не начальный, завершающий. А этот участок пускай будет 7. Уклон. Если оставлю одинаковый уклон, по сути дела мы не увидим никаких изменений. Давайте поменяем. Пускай у меня уклон во второй части будет не 45, а 12 градусов. Уже по форме понятно, что у нас в итоге получится. Соглашусь с выполнением данного действия. Крыша у меня поменяла уклон. Если вам что-то не нравится, особенно протяженность первого того же самого ската, пускай не 7000, а 4000. У меня крыша поменяет форму под ту, которую мне необходима. в случае сложной крыши можно проделать все то же самое. Единственный один небольшой минус. Если я здесь добавляю уклон, сейчас добавлю те же самые показатели, пускай 20 будет 2000 4 окей. При добавлении общего уклона крыша у меня формируется на всем протяжении. Следующее функция построения при помощи волшебных палочек. На самом деле она автоматизирует более-менее метод построения, но в ней есть свои небольшие проблемы. Итак, перейду на план первого этажа, воспользуюсь функцией построения крыши. И что я делаю? Нажимая клавишу пробел и наводя курсор на контур наших стен замкнутого контура, я могу построить крышу при помощи функции волшебных палочек. Перейду на трехмерный вид. У меня автоматически программа постарается сделать контур по необходимым граням, которые я указывал ранее. Следующий момент. Если я хочу своей крыше, я хочу, чтобы она осталась у меня четырехскатной, ну, основные четыре уклона, перейду на план первого этажа, подсвечу крышу, лучше на план второго этажа будет перейти, подсвечу мою крышу, зацеплюсь за точку, где у меня был сформирован уклон, и меня интересует растяжение горизонтального конька, и продлевая его до границы моей крыши. Если я перейду на трехмерный вид, я могу увидеть то, что у меня конек сформировался. Следующий основной момент. Вы скажете, а у вас там еще была другая функция, помимо растяжения. Я перейду на план, ну, уже без разницы, первого либо второго этажа, подсвечу контур своей крыши, нажму один раз левой клавишей мыши, и у меня есть возможность функции перемещения горизонтального конька. Это нужно делать в тех случаях, если он у вас сместился куда-то в сторону. Покажу на примере, на трехмерном виде. У меня горизонтальный конек сместился. Давайте построим стандартную двухскатную крышу и покажу, как можно использовать эту функцию. Перейду на план первого этажа. Программа немножко подзависла. Крыша. Способ построения щипцовая. Построю ее. Посмотрю на трехмерном виде. На трехмерном виде вот она у меня щипцовая крыша сформировалась. Но я хочу, чтобы конек у меня был смещен. Окей, без проблем. Перейду на план первого этажа, подсвечу свою крышу, нажму один раз, и у меня есть возможность функции перемещения горизонтального конька. Смещаю его. Смотрю на трехмерном виде. Следующее. Построим две односкатные крыши и попробуем их пересечь между собой, чтобы архикад автоматически рассчитал математическим методом, где они должны пересекаться. для этого я на плане первого этажа построю крышу базовую направление ската, о котором мы сейчас более подробно поговорим и строю саму крышу любой формы, без разницы. Подсвечиваю ее, нажимаю, и меня интересует функция зеркальное отражение. Зажимаю клавишу control, чтобы мне сдублировать получившееся изображение. Дальше что я делаю? Я хочу ее расширить, чтобы они у меня пересеклись. Для этого я нажимаю на свою крышу и воспользуюсь функцией смещения всех ребер. Смещаю на любое расстояние, которое мне понравится. Крыши вроде бы как объединились, но толком не ясно. Давайте отключим для отображения. Зайду в параметры и меня интересует отображение на плане. Пускай у меня штриховка поверхности будет выключена. У одной крыши и у второй. Беру галочку просто штриховка поверхности. Дальше что я проделаю? Зажатые клавиши control нажимаю на первую крышу, либо сначала просто нажимаю на первую крышу и зажатые клавиши control нажимаю на ребро пунктирное, которое у меня разрезается. со второй крыши проделаю то же самое. Нажимаю на ребро и на трехмерном виде вижу то, что они у меня объединились в единый замкнутый контур. Для тех, кто не понял, что я сделал, откачусь назад и покажу на трехмерном виде. У меня было вот такое пересечение моей крыши. Я могу в принципе проделать то же самое и на трехмерном виде. Зажатые клавиши control нажимаю на ребра, чтобы мне подрезать необходимый участок моей крыши. Далее, предположим, мне необходимо изменить направление одного из скатов моих крышей и обрезать ее, объединить между собой. Я перехожу на план соответствующего этажа, что меня интересует. Подсвечиваю ребро и меняю направление скатов. Проверяйте, чтобы у вас было активное перемещение под элементы, иначе вы будете двигать крышу целиком. Так вот, перемещение под элементы. Любой угол выставляю. Смотрю на трехмерный вид. У меня в итоге крыша пытается подрезать одна другую. Чтобы их объединить между собой, зажатые клавиши control нажимаю на ребро и подрезаю и подрезаю его. Что вы должны знать? Программа автоматически пытается определить ребра, которые находятся на одном уровне, по сути дела, и по одной плоскости ее подрезать, либо там, где они соприкасаются. Откачусь назад и прежде чем я буду подрезать, опущу крышу вниз. Опущу крышу вниз немного. Что я теперь сделаю? Зажатые клавиши control я подсвечиваю то ребро, которое необходимо мне подрезать. С другой стороны я проделываю все то же самое. Лучше всего это делать с плана этажа, чтобы нигде не запутаться. Два. Вот таким вот образом можно подрезать крышу. И автоматически ее объединить между собой. Следующее. Как замоделировать слуховое окно, либо как продлить крышу. Функция на самом деле работает одинаково. Для начала я построю крышу. Пускай у меня будет двухскатная и четырехскатная крыша. Рядышком. Посмотрю на трехмерном виде, что у меня двухскатная и четырехскатная крыша. Перехожу назад на план первого этажа. Подсвечиваю нашу крышу. Воспользуюсь функцией построения многоугольника. Называется добавить к многоугольнику. И моделирую многоугольник. Так как изначально при функции построения привязки моей крыши я выбрал автоматически грань крыши, у меня многоугольник строится в виде слухового окна. Если я выбираю просто конец моей крыши, давайте здесь еще продлю несколько, я могу продлить ее. Если я опять же повторяю как я это сделал, я выбрал не край крыши, а расстояние какое-то и строю многоугольник с выбором того же самого расстояния, у меня будет строиться слуховое окно. У четырехскатной крыши все то же самое. Если я строю многоугольник с добавлением только к краю, у меня будет продлеваться моя крыша. Но если я строю многоугольник с добавлением к край, ну не к краю, а к любой линии привязки опорной, которую могу осуществить, у меня добавится слуховое окно. Как удаляются эти элементы? Я удалю парочку, которые у меня здесь были добавлены. При выполнении функции удаления многоугольника я могу выбрать контур, который необходимо удалить. Да и в том числе я могу подрезать крышу, если мне это будет необходимо сделать. Удалить какой-либо участок. Рассмотрю на трехмерном виде. по сути делу у меня два отдельных слуховых окна и проем я смог прорезать через удаление многоугольника. А что если мне не нужен вот этот скат у моего слухового окна? Я цепляюсь за точку конька слухового окна и смещаю горизонтальный конек. У меня уйдет часть элемента. То же самое у четырехскатной крыши. На самом деле вот здесь если вы обратите внимание тоже есть небольшой конек. Я зацеплюсь изменить и вывожу его в ноль. у двухскатной крыши тоже самое могу проделать. Зацеплюсь если я сейчас эскейпин начал передвигать крышу если я перемещаю горизонталь то могу увеличить тот же самый конек моего слухового окна либо уменьшить его если расстояние меня не устраивает. то же самое могу смещать горизонтальный конек где он входит в мою крышу чтобы его отредактировать. Но как вы видите он будет подниматься относительно моей крыши и получится вот такая страшная вещь так как основной конек у меня в углу если у четырехскатной крыши я начну смещать горизонтальный конек она у меня превратится автоматически в многоскатную то же самое если я проделаю из четырехскатной крыши смещу конек приведу его в ноль у меня крыша из четырехскатной превратится либо в трехскатную либо в двухскатную крышу следующее поработаем с параметрами специального ската для чего вообще они нужны предположим мы что на самом деле давайте сделаем какую-нибудь четырехскатную интересную крышу перейдем на план первого этажа рядышком сделаем крышу четырехскатную с тем что мы уже с вами отработали добавлю параметр ската пускай нам будет 20 скат будет 4 и 4 окей перейду на трехмерный вид я хочу чтобы у меня верхушка была двухскатная у этой крыши я в трехмерном виде навожу на грань и меня интересует нажимаю по ней левой клавиши мыши параметры специального ската и выбираю что она не скатная будет а двухскатная окей у меня в итоге один из скатов ушел с другой стороны проделаю то же самое параметры специального ската сейчас у меня иконка убежала параметры специального ската двухскатная вот таким вот образом можно превратить крышу по параметрам ту которую вам необходимо последнее что на сегодня проделаем и если что-то забыл будет еще вторая часть по данному ролику проделаем у двухскатной крыши то же самое и увидим основные особенности я перейду на план первого этажа построю крышу крышу щипцовая двухскатная настрою параметры что она у меня будет с двумя скатами 25 окей перейду на трехмерный вид я хочу чтобы у меня данный скат ушел из крыши что я проделаю захожу в параметры специального ската настраиваю что она у меня будет не многоскатная а двухскатная раз и с другой стороны проделаю то же самое потому что видите какая у нее структура интересная нажимаю параметры специального ската двухскатная в принципе если я откачусь назад что у меня здесь еще за дополнительные параметры у меня есть возможность параметра смещения ребра мы уже с вами поработали и смещение по вертикали смещение по вертикали просто у меня можно увеличить подъем либо высоту моей крыши где она у меня будет сходиться либо расходиться но единственное что смотрите что после каждого редактирования не пропали те настройки которые должны были быть зайду в параметры специального ската верну на двухскатную крышу мы с вами сегодня проделали достаточное количество различных крыш их было очень много дополнительно пойдет в видео для спонсоров настройки материалов многослойной нашей крыши и так далее напоминаю то что спонсорство поклонник должен быть описание спонсорстве будет ниже для тех кто хочет помочь каналу спасибо на сегодняшнее занятие у нас с вами все скоро увидимся и всего доброго надеюсь то что видео понравилось а если понравилось вы знаете что нужно делать то что то что Продолжение следует...